Всем привет! Сегодня у меня такая Xperia T3 и будем решать вопрос с сим-карты. Принесли на ремонт. Не читается сим-карта. Давайте вставим. Ноль внимания. Как видите, включилась перезагрузка, но я не думаю, что она прочитается. Сим-карта с пин-кодом. Еще раз вставляю. Работает контакт, который отвечает за перезагрузку, один из шести. И поэтому при вытаскивании сим-карты сработала функция перезагрузки. Призагружается телефон. Сейчас посмотрим. Вот сим-карта имеет пин-код. То есть, если сейчас вылезет нам пин-код, то сим-карта читается. Как видите, ничего не вылезло. Здесь написано, что нет сим-карты. Можете звонить только в экстренную помощь. Итак, выключаем смартфон. Вытаскиваем сим-карту. Снимаем аккуратно верхнюю крышку, очень тонкая. Металлическая, металлические вставки вон на рамке. Аккуратно не посарапайте. Снимаем крышку, и так откручиваем четыре винтика на Т4. Вот я заказал, забыл показать, сим-ридер на Xperia T3. Где он идёт такой вот. Снимаем коэксиальный кабель. Так, отстёгиваем. Давайте снимем вот этот пластик. Вот вместе с ним отстёгнулась батарея. Основной шлейф, экран, антенный модуль. Так, всё, в принципе, может снимать системную плату аккуратно. Под ней находится двусторонний скотч ещё, в котором она приклеена к защитному металлическому экрану. Вот он, видите. Вот так. Ещё термопластик вот здесь сверху держит. Его можно просто отрезать. Итак, сняли системную плату. Сим-ридер. Вот я вам покажу поближе. Видите, да, нет контакта. Вот здесь вот не хватает контакта. Поэтому сим-ридер не работает. Вот, учитывая, что контакт находится впереди. То есть вот здесь вот, да. Вот, я думаю, что этот контакт мы сейчас с вами, этот контакт мы сейчас с вами просто заменим один контакт вот этот вот. Вот здесь он припаивается. То есть, если бы был сломан какой-нибудь из этих трёх дальних контактов, то, конечно, пришлось бы менять полностью весь сим-ридер. Но, учитывая, что этот контакт мы можем поменять, поэтому сейчас мы его просто и заменим. это сэкономит и время, и деньги. Вот. И заводскую пайку, установку сим-ридера, которая в любом случае будет лучше той, которую сделаете вы. Давайте я снимем камеру пока, чтобы она не мешалась при установке, при пайке. И так, у меня есть сим-ридеры, сломанные на все случаи жизни. Вот, пожалуйста, контакты, которые я искал. В каком-то из видео или в каких-то из видео я говорил, что сохраняйте сломанные сим-ридеры. Вот. На случай, если вам... Ну, тот случай, который вот сейчас у меня, если можно заменить только один контакт, чтобы не терять время. сохранить деньги и так далее. Видите, да? Тут у меня, в принципе, контакты любого сим-ридера можно найти, накопленные годами. Итак. Смотрим, какой контакт у нас вырван. Вот этот контакт у нас вырван. То бишь, вот он у нас. Вот он у нас. Это я уже на новом ридере вам показываю. Вот он так выглядит. Я думаю, что вот этот как раз подойдет. Вот этот контакт. Видите, да, идентичный. То есть с такого же ридера мы его сейчас просто заменим. Вот так вот. Это убираем до следующих ремонтов аналогичных. Итак. Добавляем флюс. Выпаиваем. Выпаиваем. Выпаиваем этот контакт. Выпаиваем флюс. Выпаиваем. Выпаиваем. Выпоил контакт, он остался внутри. И так, сейчас просто вставляем целый. Обратите внимание, здесь находится рамка на сим-ридере, которая заземлена, соответственно, ставьте так, чтобы контакт не касался этой рамки. Выставили, аккуратно припаиваем. Желательно с этой стороны его подержать, чтобы он не повернулся. Еще раз вставляем. Давайте немного подкорректируем точность. Вот как-то так. Вот и все. Сложного еще. Смартфон дорогой. Замена сим-ридера обойдется клиенту в 20 евро. Сейчас соберем смартфон. Давайте проверим контакты еще раз. Соберем смартфон. Ставим сим-картфон с пин-кодом, продуваем, удаляя остатки специального раствора, которым очистили флюс. Застегиваем камеру. Сем-ридера откладываем. Ставим систему и оплату. Застегиваем разъемы. Экоксиальный кабель. Антенны модуля, не забудьте. ГПС, блютуз, вай фай. Застегиваем. Закрутили. Давайте перед закрытием крышки проверим все-таки, работает ли то, что мы сделали. Вставляем сим-карту. Включаем смартфон. Ждем загрузки проверяем. Пожалуйста, вылез. Видите пин-код, сим-карта, то есть все сделали правильно, нормально, быстро, сэкономили деньги на новый слот сим-карты. Спасибо за внимание, друзья. Это было Xperia T3. Достаточно новая модель. Всем удачи в ремонте. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы. До новых встреч. До свидания.